Здравствуйте! Сейчас начало 8-го, и мы с ребятами Дмитрия Василеца и Геннадия Борисовича, Евгения Борисовича, Евгения Борисовича, 13-й час уже в дороге. Куда мы едем? Мы едем из Киева, к сожалению, в Киев. Вообще-то мы планировали ехать в Беларусь и приложили к этому массу усилий. Мы посетили два контрольно-пропускных пункта Вельча и там, как этот пункт, который назывался, в районе Овруча. И там, и там нас, белорусы, не пустили. Как это было, мы вам сейчас все покажем. И расскажем. Мы искренне хотели приехать в Беларусь и поддержать Александра Григорьевича Лукашенко. Но оказалось, что предательство проникло во многие сферы, видимо, в пограничные услужбы, в пограничный комитет в Беларуси тоже проникли предатели. Потому что когда сначала вроде как относились к нам лояльно, а когда услышали, зачем мы, а когда еще потом залезли, видимо, в социальных сетях... Мы решили просто честно сказать, зачем мы туда едем. Мы могли выдумывать всякую ерунду, что мы едем там на деревню к дедушке. На свадьбу. Или нам советовали украинские пограничники, скажите, что вы на Беларусь кали едете работать. Да, да, да. То есть мы решили сказать, как есть, и думали на какую-то внятную, адекватную реакцию. Собственно, адекватной реакции, к сожалению, не получилось, потому что как только они узнавали, зачем мы едем и как только мы просили, чтобы они там разобрались в этой ситуации, они куда-то уходили, а потом, собственно, приходили с одним и единственным ответом. Можно идти два номера вот этих вот, два номера двух старших третинажеров? Да, только продолжайте, а я сейчас найду. То есть, что интересно, юридическую дискуссию с нами касательно законов Беларуси, на основании которых нам отказывали в пересечении границы. Собственно, конечно же, сотрудники погранслужбы проиграли. Но по факту, вместо аргументов мы услышали просто нет, вам нельзя, вам запрещено и так далее. Да, при этом вот реально такое впечатление, что это бойцы оппозиции под красно-белым флагом, за Тихановскую, там, хай-жи-е Беларуси, что там, уходи, да, уходи вот так вот. Вот примерно то же самое, втихаря нам вылечали пограничники. Кто конкретно вот сейчас Гена назовет номера этих двух? Тех, которые принимали решение. Это два пограничника в разных пунктах, в разных пунктах пропуска. Мы пытались проехать сначала в один пункт, потом в 100 километров проехали, пытались в другом проехать. Так, зачитываю номера жетонов, фамилии, имя, отчество, они своего, конечно же, не сказали и сослались на то, что мы имеем право... На государственную тайну. Что мы имеем право пожаловаться высшестоящему руководству. Зачитываю номера жетонов 08-02-29 и второй номер жетона 08-02-10. И как-то надо этих ребят сделать знаменитыми или как-то достучаться до белорусских коллег, чтобы они подняли. Когда люди открыто заявляют, не придумывают никакой ерунды, не говорят, что они летят на кубу ловить бабочек или на какую-нибудь конференцию по компьютерным технологиям, а говорят честно. Мы считаем, что ваш президент нуждается в поддержке. Мы видим, что белорусы не активно поддерживают вашего президента. И мы хотим Александра Григорьевича поддержать. Мы едем конкретно с этой целью. Мы тратим свое личное время, свои выходные. Свои деньги. Свои деньги. Ну, это само собой, разумеется, мы же не за чей-то счет, а за свой едем. И когда нам пограничники дают отворот-поворот, и еще говорят, мы можем применить силу по отношению к вам, если вы не покинете пограничный пункт. Ну, это немножко не совсем по-братски, не совсем братский народ. Самое интересное, что вот получается, радио Свобода и прочим маргиналам... Дольче Вэлли. Дольче Вэлли. Они даже получают аккредитацию, чтобы приехать на территорию Беларуси и освещать как раз протестные акции, естественно, с нехорошей стороны. Немножечко привирая. Да, освещать митинги касательно поддержки Лукашенко. Но когда туда хотят приехать нормальные люди, которые готовы осветить это на уровне так, чтобы никакая соросня, просто там и рядом не стояла, мы почему-то видим, что таких людей просто не пускают даже на границу. То есть почему-то вот по удивительной случайности те люди, которые реально хотят включиться в поддержку для того, чтобы максимально осветили эту ситуацию так, как она есть. Без вот этих преувеличений, без фейков, без эмоций. Потому что мы уже прекрасно видели, что такое Майдан, и мы это все прекрасно знаем. Мы знаем эти технологии, мы знаем, как работает эта соросня сейчас в Беларуси. И почему-то соросню там оставили. А вот получается нас вот даже вот блокируют на уровне даже погранслужбы. Даже на порог не пускают, да. Но это не пустые слова. У нас есть еще, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Камера сломалась, и она включалась в самый, я бы сказал, подходящий момент. В общем, как мы, наше приключение уже на втором блокпосту, на первом блокпосту что-то с камерой было все в порядке. Ну, это блокпост Александровский или с украинской стороны Вильча. Там нас завернули, мы развернулись, поехали снова. Вот так вот. И вы, прохватавшие у меня, все их будут давать. Здравствуйте, меня зовут Геннадий. Ребят, давайте так, записываем видео. Какое сегодня число? Сегодня уже 23 день прапора. Да? Ребят, 23 августа. Время у нас... Сколько времени, ребят? 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут, говорит Семченко. Я упаску поеду, думаю. Как мой? Вот мой паск. Мы проехали, выключи свет, пожалуйста. 23 августа... Все еще 2 часа 26 минут. Мы вот въезжаем в Республику Беларусь на приграничный пункт. Гомельская область. Гомельская область. И, как по нашей информации, нам сказали, что никого в Белоруссию, из Украины и России тоже не пускают. Из иностранцев не пропускают. Из иностранцев никого не пропускают. Мы братский народ, мы не иностранцы. Да, мы братский народ, мы не считаем себя иностранцем, мы славяне. И... Такой Геннадий, кстати, воевал в составе 2-го груза фрунта. Обгоняет их фуры у нас, это населенная зона, наверное. Ну, если Васильец говорит, обгоняете фуру на зеленая зона, значит, наверное, Васильцу известно, что на границе с Белоруссией, где и как зеленая зона. Ну, мне так кажется, что мы должны без очереди проезжать. Нас тоже там как-то наносить, причем не выходя из машины. Все, я убираю телефон уже на пограничный пункт. Ты посмотри, сколько тут фур стоит. Может, реально зафуга на погоня. А, не, вот, смотри, правильно, вот сюда заезжай. Да, 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 смотри. Опа, ешь. Теперь туда. Ну, если Васильец говорит... Да, это под камеру, вон он стоит. Да, да. Давай, подъезжай, подъезжай. Подожди, я не могу зацепить. Да, вон он, смотри. Я могу зацепить машину, причем здесь. Причем здесь правее, там еще место есть. Он может стоять сколько угодно, мне это неинтересно. Мне интересно... Мне интересна наша позиция. Добрый вечер. Здрасте. Чего, Вик? Трое. Ты на жаль Украины? Да. Документы сейчас сдавать? Куда следуете? Что? Куда следуете? В Республику Беларусь. Аккуратскому народу. А куда? В Минск. В цель визита? Поддержать Александра Григорьевича. Здравствуйте. Значит, иностранцам въезд на территорию Республики Беларусь временно закрыт. Вы об этом в курсе? Нет, не в курсе. По какому написано? На сайте посольства ни черта такого нету. Все нормально, жизнь удалась и так далее. Старший еще один? Ну, собственно, вот этот кусочек мы снимали сознательно, а вот дальше камера начала шалить. Показывай. Там речь. Не, не, наполни. Замри. Желаю. Дим, твоя машина? Дим, ты смотри, показывай по машине, что там как-то. Команду, ты что показываешь? Пошла, ожидайте, пожалуйста, ваша машина. Здравствуйте, по клиническому народу, я уже поеду. Вы предлагаете или спрашиваете? В следующий раз обязательно возьму. А вот это. А. Сюда уже, пожалуйста. А в прошлый раз мы не просили никуда лошадь. А в прошлый раз такой шуток. Все, опять я тянюшка стартовал, сейчас уже еще. Не больше. Смотрите. Ну все, Дим, все, тебя уже не смотрит, вы уже едут. Пожалуйста, смотрите машину. Дим, помогай, открывай, я капот открыл, все, открыл. Здесь поясняю ситуацию с самого начала. То есть мы подъезжаем к контролю вопросовому пункту, то, что вы увидели сразу по ограничению, сколько вас трое, граждане Украины, все, разворачивайтесь, уезжайте. Ну, вы слышали, как Дмитрий Василец отослал его в белорусское посольство, в итоге он ушел спросить начальство. Начальство велело нас пропустить. Мы поехали куда-то дальше, в досмотровую зону. Вы видели, как девушка начала досматривать наш автомобиль, но вроде как все двигалось так, как должно было двигаться. Девушка собрала наши документы и куда-то ушла. Мы ее ждали, ждали и дождались. Пошли. Пошли, покачаем. У нас паисный закон о положении право на гражданинский было, что обладаете, что вы обладаете, что вы обладаете. Вы можете невозможность подтверждения целей? Подождите, секундочку. Можно вопрос? Можете согласиться на конкретный пункт 30-й статьи, в котором вы обилируете? 30-я статья, а там все и золото. Нет, 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 30-я статья очень много и золото. Например, иностранец может быть отказан в выдаче визы для въезда в Республику Беларусь, для во въезда в Республику Беларусь, если иностранец в пункте пропуска через государственную границу нарушил право перечисления государственной границы, таможенное право до устранения ненарушения. Вы сейчас хотите мне почитать запас? Я сейчас спрашиваю, на какой пункт вы ссылаетесь. Командир, можно обращаться? То есть вы обязаны обращаться? Как вас старший лейтенант? Старший лейтенант, можно так же обращаться? Вот, Александр Семченко, доктор политических наук, я кандидат физических наук. Мы нормальные, грамотные ребята, мы не враждебно к вам настроены. Мы хотим, чтобы вы грамотно сослались закон. Да, грамотно сослались закон. 30-я статья, полторы страницы. Да, полторы страницы, там очень много пунктов указано. Нам нужно именно точно конкретный пункт, по какому пункту нас не пускают. Мы хотим поддержать Александра Григорьевича Лукашенко. Мы его сторонники, ярые сторонники, подчеркиваю это. И мы не хотим, чтобы... Плюс у нас конференция, потом басса. Да, плюс у нас конференция, потом басса. Но у вас документы отсутствуют, то, что у вас действительно конференция. Сошлитесь, пожалуйста, отбросы. И основания, как бы... Это вот мы уже первое общение с теми, кто реально принимает решение, проверяет нас. Машину осмотрели, там проверили все. Ничего мы запрещенного не везем. И дальше нам говорят, вам нельзя ехать. Мы опять снова, ну как же так нам нельзя ехать, если мы хорошие, мы правильные ребята. Ну и вот эти вот пограничники снова куда-то убежали за окол. Ну и, собственно, кульминация. Хамить, я думаю, что вам нельзя. А вы хамите. Я вам не хамю. Тогда скажите конкретный пункт. Потому что вот в этом... Вот смотрите, видите, раз страничка, два страничка. Это все 30-я статья. Это все 30-я статья. Да, так сошлитесь тогда, раззнаете, сошлитесь на конкретный пункт 30-й статьи, на конкретный абзац 30-й статьи, по которому вы нам отказываете. Вы обязаны это сделать. Вы должны остановиться. И можете там письменное заявление? Просто я скажу так. Я раньше состоял в Минской подгруппе политической. Вот. У нас есть разные возможности выхода в конкретный. Мне нужно... Мы сейчас не имеем возможности добраться. Мы такое же сделали заявление. Мы хотим, едем поддержать Александра Григорьевича Лукашенко. Ну и что он там ответил? Нам сказали, что вам по непонятным причинам отказано в пункте пропуска. Мы считаем, что там, в том пункте пропуска... Мы просто доберемся до этого в любом случае. Это вот ребята, которые очень не любят все-таки Лукашенко. Может быть, из-за этого. Может, из-за этой политической обстановки нас и не упустили. Потому что элементарно нужно зайти на Facebook, YouTube. По нашим фамилиям. И там найти массу информации и конкретно факты. Я так понимаю, что, может, они Александру Григорьевичу плохо настроены. У нас есть подозрение, что на ряде блокпостов именно в вашей Республике Беларусь есть люди, которые являются сторонниками... Ну, условно говоря, предательств. Предателями республики, да. У вас же есть предательства на уровне министра. Такая информация есть. Мы хотим, чтобы эта информация с лучшего всплыла. Вот вы наблюдаете ликбез для пограничников. Ну, вернее, для людей, которые называют себя пограничниками. Потому что, ну, мне показалось, что это какие-то ряженые самозванцы. Они ссылаются, в частности, на пункт 3... Наверное, на статью 30 закона о статусе иностранцев и лиц безгражданства Республики Беларусь. Там статья, вот, огромнейшая. Две страницы мелким текстом. Вот если на формат А4 вылить. Там масса пунктов, я пытаюсь добиться, на основании которого пункта вы пытаетесь... Ну, вы нас не пускаете. Вы реально оказываете медвежью услугу своему президенту, в конечном итоге, своему государству, своей родной стране. То есть, ну, налоговая. Я просто говорю, потому что он достаточно юридически подкован. Понимаете, я тоже адвокат. Мы не хотим с вами конфликтовать. Мы едем действительно поддержать Александра Григорьевича Лукашенко. Поддерживаете его дом? А как? А мы по телеграммам, каналам видим, что его не поддерживают столько людей. Они тоже затиханут. Они просто это же не было ворота, да? Все затиханут. Давайте. Господа. А, нет, Саш, 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 не провоцируй. Это неправильно, Саш. Я хочу услышать... Вы услышали ответ, что вам вам данного объединения в конкретный ворота? Саш, это неправильно сейчас. Я и Тихановская. Я вижу тут стройка в Тихановской. Хай же, я говорю, сейчас будут кричать, крея, это самое, уходи, уходи. Ну, как они всегда кричат. Господа, послушайте меня. Давайте подождите. В отношении вас принято решение о непропуске. И, ежели вы отказываетесь покидать территорию пункта пропуска, в отношении вас будут применены немножко другие меры. Ну вот, вы же действительно не сослались. Вы не сослались. Я сослался на статью 30. Две страницы. Сошлитесь на пункт конкретно 30-й статье. 30-я статья, это... Вы меня услышали? Тут нет пункта, который ко мне подходит. Основание для нахождения пункта пропуска дальше вас будет. Нет, нет, не единственного пункта. Ежели вы отказываете покидать территорию пункта пропуска, в отношении вас будут немножко принять другие меры. Саш, нам сейчас дадут пизделей, мы уедем отсюда с инвеками. А хорошо, пускай, пускай. Пускай у тебя 3 миллиона просмотров, которые у меня есть, поддержку Лукашенко будет теперь вот это вот, потом вот на это вот отреагировать. Пускай, пускай, замечательно. Саш, я в этой херне участвовать не хочу, поехали, хватит. Пускай. Тут некомпетент и старлей, которые не это заслуживают, по моему мнению, это все же лих погон, судя по всему. Вызовите руководство, которое может вне обращаться, почему нас не пускали. К моему вышестоящему руководству, через статью госпограмм комитета вам там дадут все комментарии. Почему нас на то, что пропуска не пускали. Не, ну, надо же понять, в чем, чем мы провинились, что нас вот не пускают на мероприятия. Ссылается на 30-ю статью. Вы меня услышали? Нет, не услышали. У вас есть сейчас руководство здесь на территории? У вас же по смене должно быть руководство. Мы хотим с ним работать. На данный момент я руководство смену. Ну, если вы не в состоянии принять компетентное решение, значит, вызывайте ваши стоящие руководства. Да, пожалуйста, обращайтесь, звоните в госпограмм комитет, дадут вам пропуск тех проблем. Ребят, давайте все-таки, ну, 3 часа ночи, мы катаемся. Надо пункт услышать, вот я сейчас услышу конкретный абзац, и все. Потому что это читает. Товарищ старший лейтенант, правильно? Может, на лече среди необходимо. Я младший лейтенант на запасно. Скажите ему конкретно, вот там в постановлении много пунктов, скажите ему конкретно, какой пункт, и мы нафиг отсюда, ну. Если это доктор и юридически подполный человек, он найдет нужный пункт в данной статье. А я не нахожу, тут нет пунктов, этого пункта не существует. Я просто скажу вам, как кандидат юридических наук, там в чем фишка? Если все пункты, они не могут быть к нему применимы сразу, должен быть какой-то отдельный пункт, поэтому законодатель их специально разделил. Я просто говорю, как бывший научный сотрудник, слава богу, сейчас практикующий адвокат, и все. Скажите ему пункт, по кому вы его не пускаете, и мы поехали. Дим, скажи ему, он немножко разошелся, ну реально, уже перебор. Сейчас реально вломят пизделей, поедем отсюда от поломанной еще. Он может подтвердить наличие средств необходимых для расходов в Республике Беларусь. Сейчас деньги предъявлю, если надо. Истек срок временного пребывания иностранца в Республике Беларусь, предусмотренный частями т. 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 Мы еще даже не начали в нем находиться. Значит, имеется достаточное основание, что иностранец может уклониться от выезда из Республики Беларусь. Ну, если у вас есть такие основания, представьте их, пожалуйста. Хотя я не понимаю, как это. Так, въезд иностранца в Республику Беларусь должен быть ограничен в целях реализации международных договоров в Республике Беларусь. Это что же такие договора, которые они знают, по которым в Семченко нельзя пускать в Республику Беларусь. Так, значит, иностранец отказывается в выдаче визы, но здесь уже виз нет, у нас без виза. Все, какой из этих пунктов, что там, что, что, штраф не заплатил, уголовное дело там в отношении меня, уголовное наказание. То есть вот я перечислю пункты уже, все, а дальше будет не выдача визы. Не выдача визы – это не к нам. Так, вам действительно очень в этих пунктах. Вот, я перечислю пункты, я не вижу пункта, применимого ко мне. Может быть, вы же такого смотрели. Так, мы ее там на эту статью все зачитали. Где мы, а где эта статья. Ну, там нет ничего в общем. Ребят, давайте с ним проще. Вы можете еще подискутировать, я замерз. Давайте решайте, ну серьезно, на 3 часа ночи. Какой из этих пунктов… Командир, пожалуйста, скажите еще раз, пожалуйста, попросите последний раз руководство пересмотреть. Ребята, пожалуйста, возвращайтесь. Вы обозгнуйте свое решение. Вы со своими, я свое решение обозглавал. Я только что зачитал вам 30-ю статью. Ваше заявление 30-ю статью в республику города. Это направлено непонятно на кого. Если вы, вот как там не сказали, я не считал. Если вы решаетесь несогласно с принятым решением, вы можете обжалость мои действия в стоящем руководке. Дайте мне это решение за вашей подпись, чтобы было понятно, что… Решение какого вам письменного в масле со спрятанным лицом, который вы даже не опознете. Ну, собственно, и все. После этого мы были вынуждены развернуться и двинуть домой. Я, честно говоря, не жалею, что 13 часов без сна, еще, наверное, часа 2 или 3 без сна, потому что нужно доехать до Киева. Мы делали многое и будем делать еще многое для того, чтобы те принципы, в которые мы верим, они побеждали. И я желаю удачи белорусскому народу, Александру Лукашенко. И я желаю ему в том числе избавиться от предателей. Потому что такие предатели подтачивают даже не власть Александра Григорьевича, они подтачивают основы белорусского народа и государства Белоруссии. Вот мое мнение, ребята, может… Я скажу, пожалуйста, я скажу свое мнение по этому поводу. Нужно поступать всегда в жизни так, чтобы, когда мы проживем определенные годы и будем уже в старости, кто доживет из нас, вспоминать о своей молодости, о каких-то своих действиях. Мы могли смело смотреть в глаза своим детям, своим внукам и говорить, что мы проявляли должную гражданскую активность не только в рамках государства Украины, но и в рамках соседних братских республик, например, Республики Беларусь. Мы прекрасно знаем, что, по большому счету, несет вся вот эта соросня, которая организовывает цветные революции, майданы и перевороты. Поэтому мы и дальше будем делать все от себя возможное на то, что у нас получается, и то, что мы хотим сделать для того, чтобы максимально принести какую-то созидательную составляющую в, собственно, жизнь белорусского народа. Мы, конечно же, будем каким-то образом стараться максимально объективно и честно освещать и дальше протесты, к сожалению, уже с Украины, а не конкретно с места событий. Но, тем не менее, будем делать все от нас зависящее для того, чтобы и белорусы, и украинцы, и россияне видели прекрасное, что на самом деле происходит в Белоруссии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok